Почти все лифты в столице изношены. Ежедневно регистрируются не меньше одного случая в день, когда в них застревают люди. Комментарий от муниципального предприятия «Лифт-сервис» следует после произошедшего накануне случая. В одной из столичных высоток четыре человека застряли в лифте, который сорвался с четвертого этажа, но благодаря системе торможения остановился на третьем. Спасатели оперативно вмешались в ситуацию и вызволили находившихся там людей. Между тем, проживающие здесь люди говорят, что лифту еще немного и стукнет полвека. Приехав сегодня на место, где застрял лифт, мы обнаружили его во все еще неисправном состоянии. Как отметили в геноспекторате по чрезвычайным ситуациям, никто в результате инцидента не пострадал. На место происшествия в срочном порядке выехали три бригады спасателей пожарных. Спасатели вскрыли заблокированные двери лифтовой кабины и помогли выбраться двум мужчинам. 23 и 66 лет и двум женщинам 62 и 66 лет. Одна из жительниц этого дома поведала нам, что однажды застряла в лифте и теперь старается им не пользоваться. И хотя женщина живет на седьмом этаже и лет уже немало, говорит, что рисковать не хочет и предпочитает подниматься по лестнице. Я стараюсь, когда поздно вечером или рано-рано утром, когда людей мало и невозможно к кому-то обратиться, стараюсь пешком ходить. Думаю, что здесь много, что надо менять. Все-таки мы и налоги платим, и все платим. И никогда ремонта не бывает. Мы скидываемся, делаем сами. По словам жильцов, условия проживания в этом доме с каждым годом все худше. Некоторые даже задаются вопросом. Одеваются эти деньги, сервичу, блоку, что мы платим и платим. Это при всех властях, при всех правительствах, при всех президентах все остается на том же самом месте. Жители испуганы? Ну, недовольны. Недовольны, возмущаются. Я сама сегодня пешком наверх с ведром тащусь. Но не только в этой многоэтажке проблемы с лифтом. Жильцы высотки на Флорилор тоже говорят, что частенько застревают. Уже много лет. Это даже не работает. Давно не работал. Другой часто застревает. С опаской заходите в лифт? Конечно, особенно в тот. Редко поднимаюсь, а один раз досталось и мне. Две недели назад. Да, бывает застревает лифт. Как думаете, почему? Старый. Этот дом был сдан в эксплуатацию вместе с ним в 1989 году. В лифт-сервисе поспешил ли успокоить. По словам директора предприятия, в случае неисправности ни один лифт, если даже сорвется, не упадет на первый этаж. Ведь у него есть функция блокировки на определенном этаже. Лифт, по заверению Петра Будурина, должен был заработать уже к концу дня. Он также отметил, что подобные ситуации происходят в столице как минимум раз в день. А все потому, что срок эксплуатации подавляющего большинства столичных лифтов давно превышен. Очевидно, что их нужно заменить и различными способами. Или через финансирование Мунсоветом, или через совместные проекты с жильцами. В этом году в муниципальном совете запланировано 10 миллионов леев. Это даст возможность заменить 8 лифтов. По данным властей, с начала года было зафиксировано более полутысячи случаев, когда кишиневцы застревали в лифте. Продолжение следует...